Друзья, всем привет! Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За две недели до этого он был госпитализирован вместе с супругой Верой Алентовой. Сообщалось, что актрисе стало хуже после смерти мужа. Накануне появилась информация, что 79-летнюю Алентову перевели в реанимацию после известия о смерти любимого супруга. Сообщалось, что Вере Валентиновне резко стало хуже, хотя ранее врачи оценивали ее состояние как средне-тяжелое, но стабильное. Однако несколько минут назад Юлия Меньшова опубликовала снимок, на котором держит руку Алентовой. Мамочка дома, написала телеведущая. Судя по всему, информация о плохом состоянии звезды советского кинематографа оказалась уткой. Видимо, Веру Валентиновну выписали из больницы из-за завтрашнего траурного мероприятия. Прощание с Меньшовым состоится в Доме кино Союза кинематографистов, после чего пройдут похороны на Новодевичьем кладбище столицы. Напомним, легендарный кинодеятель был доставлен в клинику 22 июня с подтвержденным коронавирусом. Также у него была диагностирована пневмония. Врачи сделали все, чтобы стабилизировать состояние режиссера, но его организм не смог справиться с болезнью. О времени начала гражданской панихиды и похорон сообщила в своем микроблоге в Инстаграм дочь Владимира Валентиновича Юлия Меньшова. Телеведущая также опубликовала одно из последних фото с отцом, рассказав, что этот снимок был сделан во время фотосессии, которую она перед Новым годом заказала у профессионального фотографа. Кадры должны были стать основой для настенного календаря, который, как оказалось, очень любил Владимир Меньшов. Спустя полгода я уже немного подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. Но вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре июнь. И почти автоматически перекинула страничку. А там оказалась именно эта фотография, которая теперь, мне кажется, символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви. Далеко не только моей. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры, поделилась Юлия Меньшова в своем микроблоге в Инстаграм. Меньшова добавила, что в эти грустные дни Москва безоговорочно верит слезам. Она отметила, что погребение отца на Новодевичьем станет символичным, так как в юности он с благоговением приходил на кладбище, где похоронены великие люди, и с упоением читал надписи на памятниках. «Чехов, Станиславский, Шостакович, теперь и ты в их ряду». «Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом. Ты бы точно в ответ присвистнул. Ёшкин кот», — написала Юлия. Напомним, друзья, что Юлия Меньшова одной из первых прокомментировала смерть отца. О кончине режиссера стало известно из сообщения, опубликованного на сайте киноконцерна Мосфильм. Представители компании, членом правления которой являлся и Владимир Меньшов, публично принесли свои соболезнования семье режиссера. С публикации телеведущая также опубликовала фото Владимира Валентиновича, добавив кадры из снятого им кинофильма «Любовь и голуби». Вчера же Юлия публично поблагодарила всех, кто выразил сожаление по поводу утраты. «Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире, это будет огромная помощь его душе», — написала она. Субтитры создавал DimaTorzok